Зачем американские демократы сливают украинских националистов? Статья на Пик Информ за 21 октября 2019 года. Украина сегодня находится в тревожном состоянии. Раньше большой американский брат помогал оружием, финансами, привечал на международной арене, а теперь все закончилось. Полказов в Конгрессе США попросили признать террористической организацией. Почему так случилось и какие последствия это несет для Украины в материале на Пик Информ? Буквально недавно американцы нахваливали ВСУ, науськивали на войну с Россией, передавали оружие, горячо заступались за националистов с фашистскими знаменами. Но теперь все изменилось. И это уже не Трамп виноват, которого и так в любви к Украине сложно обвинить. Теперь самые распрекрасные так называемые друзья американских демократов хотят приравнять полказов к террористическим организациям. Почему демократическая партия США бьет по Авакову и его ручным националистам? 40 конгрессменов Демпартии в США подписали обращение, в котором просят госсекретаря Майка Помпео объявить полказов террористической организацией. А это значит, что в ближайшее время АЗОВ в мировом раскладе будет звучать как ИГИЛ. ИГИЛ – запрещенная в России организация. Но это далеко не все. Этим ходом выстраивается отличная игра в долгую по следующим направлениям. Во-первых, все, кто относился или относится к полку АЗОВ, однажды не будут являться пособниками террористов. Во-вторых, Белецкий будет объявлен США, а далее в Европе террористом, и будет вынужден уйти из политической игры в Украине. В-третьих, часть высокопоставленных силовиков автоматически станет пособниками террористов, и Запад будет официально требовать их увольнения. В-четвертых, Запад официально будет требовать от Украины увольнения Авакова с поста министра МВД как пособника террористов. В-пятых, на Западе начнутся расследования по отношению к полку АЗОВ как террористической организации. В итоге, все может выйти так, что Аваков, Белецкий и другие могут быть объявлены в международный розыск как террористы. СОРОС поднимает ставки в войне против усиления Авакова на Украине. Только этим можно объяснить такое отношение к украинским националистам и самому украинскому министру МВД. В чем провинился Аваков? Раскачивал ситуацию на Украине, срывая разведение сил? Устроил 14 октября прогулки националистов по Киеву с факелами и так далее? Что? Это было и раньше. А срыв перемирия вообще вкладывается в концепцию противодействия России. Скорее всего, все намного проще. Аваков показал, кто на самом деле власть на Украине, а для мировой закулисы это неприемлемо. Сценарий они пишут Зеленскому, а не Авакову. И своей игрой украинский министр МВД, вероятно, разрушил некоторые планы СОРОСа. Впрочем, законопроект по полку АЗОВ только подали на рассмотрение. Если Аваков поймет и сделает правильные выводы, то законопроект может быть отложен и до следующего раза. Сергей Лебедев не клохматый специально для Пикинформ. Зачем американские демократы сливают украинских националистов?